Всем здарова дорогие друзья, с вами как всегда Даваска и сегодня мы оцениваем с этой гильдии Прайм. Это турнирная и СНС гильдия, если вдруг вы хотите к ним вступить, а вообще есть ли у них места? Может быть, а, 35 человек, 15 свободных мест. Если вы хотите вступить в гильдию, то если вы парень, то вы играете 2 проверочные комнаты на 7 раундов и вы должны заделать 3 головы и 1 убийство в тело. Если вы девочка, то 1 комната, 2 головы, 2 тела. Ну, те, которые играют СНС, я думаю, что вы поняли, это не сложно, то есть пацаны должны заделать 3 хэдшота из 4 побед, а девушки 2 хэдшота из 4 побед. И также ОС 5 и 2000 среднего урона. Если что, я все продублирую в описании, а также в описании оставлю ссылки на проверяющего и лидера. Всем приятного просмотра, кто кушает, то приятного аппетита. Погнали! Итак, сет данного игрока, который дал мне аккаунт. В принципе, красивый черно-красный сетик, но, как по мне, не хватает джазовой обуви. Респект, что не другая черно-красная курточка, потому что они уже довольно-таки заношены. А, ну, банально нету. Я бы обувь джазовые кроссы, а у него их и нету. Понятно, почему он надел эти сапоги. В принципе, смотрится неплохо, 10 из 10. Дальше, давайте перейдем к гильдии. Так, 23 тысячи ОС. Это ютубер, что ли? Прайм. А, это гильдия Рэй ТВ. Ого! То есть, это гильдия ютубера. Ничего себе! Давненько мы не делали обзоры на гильдии ютуберов. У него вот такой вот сет. Ну, за тапки, вы сами понимаете, что минус 3. А так, в принципе, шикарный сет. Только, честно, я не помню очки и торс с одного набора или как. Но все равно 7 из 10. Дальше у нас идет Джей Сноу. Вот такой вот у него шикарный синенький сетик. Синий с голубым. Мне все нравится, все великолепно. 10 из 10. Потом у нас идет игрок под ником Лис. У него очечи одеты и прическа от персонажа Люсио. В принципе, довольно-таки дефолтный сетик. Чувачок не заморочился с прическами. В принципе, в принципе, смотрится прикольно. Но, как по мне, все-таки причесочки какой-нибудь не хватает. Потому что причесок в игре было очень-очень много. 9 из 10. Дальше у нас идет игрок с ником Веном. Ну, с отапки тоже минус 2. А так, сет в принципе норм. 8 из 10. Флэш. О! Бирюзовый сетик. Да, дефолтный. Но все-таки мне он заходит. Все шикарно. 10 из 10. Оксиген. Что-то знакомое. Прям очень-очень знакомый ник. В принципе, довольно-таки фастерский сетик. Но что поделать. 2 из 10. Ну, как бы... Да. Килл. В принципе, неплохо. Желтый торс. Синие штаны. Синие тапки. Почему столько много цветов? Я не понимаю. Ну, давайте 2 из 10. Райс. Это первый офицер. Ну... Что нужно надеть? Правильно. Обудь. Белые екроссы. Либо же... Данкмастера. Потому что... Бело-синий-черный сет. И такие бело-красные екроссы вошли в чат. Почему не понимаю. 9 из 10. Дальше идет Визард. Хм... Ну, это в принципе и не штаны, и не бриджи. Что-то типа среднее. Но за сочетание торса и штанов. Респект. Смотрится годно. Ну, давайте 7 из 10. Так. Продолжаем. У нас идет Итачи. И вот такой вот у него сетик. Ну, это тоже вот эта фастерская тематика. Поменять бы кроссы было бы лучше. 9 из 10. Дальше Silent S. В принципе, олдовский торс пропуска пантеры. Прикольно сочетается масочка. И все. Остальное я тоже фастерская. Ну, что могу сказать. Ну, 5 из 10. Дальше Альфа. Вот такой вот сетик. В принципе, прикольно все сочетается. Мне нравится к этому торсу. Не так много штанов, которые смотрелись бы идеально. Обычно все одевают либо с маской на поясе, либо какие-нибудь чисто черные. Он пошел против всей системы. Собрал вот такой вот сетик. В принципе, шикарно. 10 из 10. Дальше у нас идет Колян 38 Ру. Вот такой сет. Но это просто практически фулл сет с пропуска. Он просто одел другой торс. Честно говоря, я не считаю это за сет. Потому что это, ну, по факту. Фулл набор, но просто поменял торс. Молодец. Дальше у нас идет Стронг. Есть штаны, которые смотрятся лучше к этому торсу. Но, возможно, у него их нету. Хотя это были не такие уж и дорогие штаны. Что могу сказать? Ну, давайте 8 из 10. Батон. Прикольный ник. Подобные сеты тоже очень часто встречаю. Именно в сочетании, вот, торс, штаны и тапки. И зачастую меняют голову. Олдовская пантера. Не знаю, только есть она у него или нет. Если я не ошибаюсь, то ее добавляли отдельно в какой-то... Этот... Оооо... Событие, что вы могли получить выпрызы. Вроде бы, а вроде бы и нет. Но все равно сет 5 из за 10. Багувикс. Вот такой вот сетик. В принципе, довольно-таки распространенный, но хороший. Такой хороший дефолтный сет. 10 из за 10. Не знаю, как правильно читается этот ник. Поэтому не буду коверкать, чтобы как-то не обидеть этого человека. В принципе, все прикольно. Но, ну, во-первых, конечно, кепка, штаны с одного и того же набора. Кроссы, респект. Что не сланцы, что-то новое. Хотя бы попробовал. Попробовал придумать. А не обычные белые кидосики. Ну, в принципе, 9 из за 10. Шипучка. Ожидал женский сетик. Ну, да ладно. Ну, к этому торсу я знаю штаны, которые смотрятся лучше. Шортики. Как по мне, к плащу кто в плащ одел. Я эти шорты не понимаю. Вот. Шипучка одевает. Что могу сказать? Ну, 6 из за 10. Мако. Если бы не тапки, все было бы идеально. 7 из за 10. Добро. Ну, прикольно сочетается прическа маска торс. Все остальное вышло из чата. Потому что, ну, куда в этот сет эти штанишки. Хотя бы штаны головореза. Был бы дефолтный сет. И было бы вау. А так 9 из за 10. Судья. Вот такой вот сетик. Лучше бы джазовые штанишки, наверное. Либо какой-нибудь торс светленький. Может быть, белую футбольную футболочку. Либо что-нибудь еще. В принципе, 8 из за 10. Смайл. Конечно же, не оригинальный смайл. А то вы подумаете. Есть марионетка. Но собрал вот такой вот сет. Опять же, это фастерская тематика. Я не сильно такое люблю. Вообще не люблю, как вы знаете. Ну, что я могу сказать. Ну, 4 из за 10. Angry. Вот такой вот сет. Ну, тоже фастерская тематика. Как я уже и говорил. Это СНС гильдия. Поэтому все фастерки. Ну, что могу сказать. 4 из за 10. Марс. Прям вот все фастерки пошли. Все в тапочках. Если бы был оранжевый торс, было бы лучше. А так, 6 из за 10. Потом. Анна. Наконец-то женский сетик. Может быть, или у... Вроде бы женских сетиков не было. Все великолепно. Все нравится. 10 из за 10. Редми. О! Такие шапочки, кстати, я очень давно не встречал. Если даже я не ошибаюсь. Это шапочка с инкубатора за 3 чертежа. Потому что за 1 и за 2 волосы. По-моему, бирюзовые и фиолетовые. Но за тапки 8 из за 10. Не больше. Ислам 100к. Возможно, тики-токер. Возможно, кто-то еще. В принципе, неплохо. Тоже можно поставить 10 из за 10. Донатик. К сожалению, тоже не оригинальный. Вот, конечно, если бы была обычная прическа, то эта маска с голым торсом смотрится отвратительно. Но так как волосы ее чуть-чуть закрывают, она смотрится годно. Поэтому 10 из за 10. Абу. Вот такой вот сет. Даже грим в тему. Грим и маска. Мне не нравится, когда вот этот грим одевают в... вообще в маске и такие прически. Но именно в этом сете это смотрится годно. 10 из за 10. Мадара. Вот такой вот сетик. Прическа даже в какой-то степени в тему подходит под торс. Ну, согласитесь, что чего-то прям не хватает. Поэтому 9 из за 10. Old Maga. Ага. Ну, тут и кепочка, и банданка, и тапочки. 3 из за 10. И виски. Вот такой вот сетик имеет. Ну, ему тоже давайте 6 из за 10. Вот в таких сетах играет гильдия ютубера RayTV под названием Prime. Если вы хотите вступить в гильдию, то в описании есть все условия вступления. Всем спасибо за просмотр. Всем удачи, всем пока. И да пребудет с вами скилл.